В итоге программы Калаш напомним нашим телезрителям о том, какие события происходили в 2018 году. Итак, начинаем. Пожалуй, одна из главных новостей уходящего года для Тулуна – это строительство завода стеклокомпозитов. Для размещения производства рассматривается район бывшего аэродрома. Его территория находится недалеко от места добычи сырья – кварцевого песка. По словам мэра города Тулуна Юрия Кариха, запасов месторождения достаточно на 30-40 лет работы предприятия. Проект строительства завода представил руководитель группы компаний «Байкал. Связь. Энергострой» и ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов» Денис Шершнев. Ориентировочный срок начала строительства – сентября 2018 года. Запуска первых цехов – начало 2019 года. Идея возникла уже более трех лет назад. Проходила плановая проработка данного проекта – технико-экономические расчеты, выбор поставщиков. Во втором квартале прошлого года было принято решение о старте проекта. В принципе, начались подготовительные работы, проектные работы, изыскательские. В четвертом квартале этого года первые переговоры с администрацией города Тулуна прошли. С тех пор в активную фазу перешла реализация данного проекта. Объем инвестиций в строительство может составить около 1 миллиарда рублей. Это как собственное средство инвестора, так и софинансирование со стороны государства. Ожидается, что на предприятии будет создано более тысячи рабочих мест. В ГК «Байкал-Связь-Энергострой» подчеркнули, что проект находится в разработке, поэтому его параметры могут меняться. Планируется первые выпусковые комплексы проекта получить результаты уже в четвертом квартале сего года с выпуском первой продукции. Финишная стадия в течение трех лет, то есть в 2021 году, мы выйдем уже на проектные мощности. На заводе планируется организовать полный цикл производства высококачественного стекловолокна. Стекловолокно используют при производстве композитных материалов. Будет произведено стеклорувинг, стекловолокно. Это на самом деле очень популярный продукт, необходимость которого в промышленности в нашем растет с каждым годом. На данный момент данная продукция на 90% заводится с территории Китая или других зарубежных стран. Сейчас мы будем заводить частичные продукции собственного завода. Денис Шершнев заверил, что уже к концу этого года будет трудоустроено порядка 200 человек, жителей города Тулуна. За исключением инженерно-технических работников, которые будут приезжать из Иркутска. Головной офис в городе Иркутске компания, которая сам непосредственно, Тулунский завод цикл композитов. Он зарегистрирован на сегодняшний момент и ведет деятельность в Иркутске. С момента начала стройки он перерегиструется в город Тулун для того, чтобы вся оплата налогов и трудоустройство проводилась непосредственно здесь, на месте, в городе Тулуне. Реализация данного проекта состоялась благодаря тому, что город Тулун получил статус моногорода. Конечно, в 2018 году на многих площадках Тулуна велись разговоры о строительстве завода стеклокомпозитов. Иногда даже указывались сроки пуска его в эксплуатацию. Но прошел 2018 год, а к обещанному строительству пока так и не приступили. У нас в администрации информации нет, кроме того, что мы проделали огромную работу по изменению генплан. Полностью тот земельный участок, который компания стеклокомпозит у нас запрашивала, мы его сформировали, выставили на аукцион. В середине, даже ближе, наверное, к концу сентября в 20-х числах договор с ними подписанный. Они внесли, как положено, залоговую сумму в миллион с небольшим тысяч рублей, которая сейчас пошла на уплату арендных платежей. И, в принципе, информации у нас больше отсутствует официально в адрес администрации, либо там запрос технических каких-то условий, либо еще что-то, я имею в виду, на воду, на отопление, еще чего-то не поступало. В селе Евдокимово возводят пешеходный мост через реку Ио. Он свяжет данный населенный пункт и село Красноозерск. Около трех лет назад наша съемочная группа выезжала в деревню Красноозерск. Местные жители жаловались на то, что после паводка снесло мост, и они вынуждены добираться в соседнее село Евдокимово либо на лодке, рискуя своей жизнью, либо через Тулун, делая крюк в 120 километров. Сколько раз в год получается? Ну, у нас и летом вода-то постоянно прибывает большая, на лодках страшно плавать. Да уже, да какой только не говорили, ну и нам бы хотя бы пешеходный бы сделали. Просто на весной, да? Да, просто на весной, мы уже до хорошего моста, нам и не надо. Хотя бы дети, первоклассники ходят, они вот переплывают, знаете, какая страхота дитя. Конечно, просьбы жителей не остались без внимания. На протяжении нескольких лет готовилась проектно-сметная документация. В поселенческом бюджете изыскали средства, чтобы начать строительство пешеходного моста. В конце 2017 года в Красноозерск прибыла бригада мостостроевцев. Это стало возможным благодаря слаженным действиям депутатов законодательного собрания, правительства Иркутской области и местной власти. Правительство нашло возможность. Сделали специальную подпрограмму дорожного фонда, так называемые спецсооружения. Согласно подпрограмме, средства в сумме 72 миллионов рублей были выделены в конце 2016 года. К строительству приступили в 2017-м. По технологии строительства в обязательном порядке мосты должны строиться в зимний период времени. Поэтому все деньги не были выделены, а разбили их на два года. В прошлом году подрядная организация, которая выиграла тендер, освоила часть средств. Не смогли полностью их освоить, но деньги перешли на этот год. И в этом году мы должны его построить и ввести в эксплуатацию. Задача состоит такая. Проводить проверку строящихся объектов на территории округа – это одна из приоритетных задач, стоящих перед депутатом. Геннадий Нестерович лично приезжает на строительные площадки, общается с подрядчиками, чтобы в полной мере владеть ситуацией на своем избирательном округе. Я как депутат контролирую буквально все объекты, которые проходят по программам. Потому что все программы, все объекты проходят через меня. Потому что для того, чтобы что-то решить, надо очень много побегать, походить, доказать, объяснить. Потому что по всем объектам у нас существуют определенные рейтинги, определенные есть проблемы. И одна из вот этих главнейших задач – это мосты. В перспективе решение проблемы со строительством моста в поселке Новооктябрьский. Спасибо губернатору. Он среагировал на мое письмо, дал поручение. Сейчас дорожная служба как раз занимается нахождением других, более дешевых вариантов для того, чтобы сделать этот мост. Ну, предпосылки таковы, что мы, может быть, даже в конце этого года начнем что-то делать. У нас намечено совещание с замминистра Липатом Евгением Владимировичем совместно с районными властями. 23-24 числа мы должны вместе с дорожной службой найти какие-то определенные варианты. Начнем штабить, сейчас для того, чтобы конкретно проработать этот вопрос, чтобы и там начать этот мост. Конечно, строительство дорог и мостов, пожалуй, одна из сложных задач, требующая огромных капиталовложений. Но благодаря различным государственным и региональным программам ее можно и нужно решать, уверен Геннадий Нестерович. Были произведены бурения береговых опор, русловой опоры, там 6 свай по 29 метров бурения, заливали бетон. Как бы береговые уже бетонные работы сделаны, сейчас будем русловую совместно с водолазами работать, опускать ящик, производить бетонные работы и так далее. То есть на берегах будут тоже еще пилоны доделываться. Ну вот с нами совместно будет работать водолазы, организация спрут, опускать ящик. После того, как они опустят, забетонируют, будем заходить мы уже, готовить тоже армировать, бетонировать. Вот эта мощная металлическая конструкция по размерам 14 на 11 метров и высотой 9 метров будет связующим звеном между двумя берегами Краснозерска и поселка Евдокимовский. Как нам сказали строители, это полая конструкция, в нее будет залита 450 кубов бетона, бетоноспециальной марки. Сейчас она уже опущена почти на 3 метра в глубину. Дальше водолазы будут размывать дно реки, чтобы эта конструкция опустилась еще на несколько метров и стала более устойчивой. После того, как бык будет забетонирован, естественно, выдержан бетон по технологии, потом, значит, они приступают уже к телу опоры. Тело опоры выводится до проектной, значит, высоты и потом ставится пилон для того, чтобы поддержать троса. То есть, как говорится, соединить левый берег с правым берегом. Этого соединения берегов люди ждут более 8 лет. Ведь с вводом моста в эксплуатацию будут решены сразу несколько поселенческих проблем и в первую очередь безопасность и удобство передвижения. Так как длина моста 192 метра, ширина 2 метра. Сооружение вполне капитальное и современное. Для большинства людей этих населенных пунктов он выполняет важную функцию по посещению школы, детских садов, магазинов, почты, медицинская помощь, оказание. Так же самое у нас люди из поселка Евдокимовский работают в Уйготе, в Баракшине. Эти населенные пункты между собой будут связывать наш мост. В наших программах на протяжении многих лет мы поднимали тему строительства мостов в Тулунском районе. И если в селе Евдокимово к строительству пешеходного моста приступили, то в поселке Новооктябрьский только прошли согласование по очередному проекту. Несколько лет назад во время весеннего половодия река Ия унесла пешеходный мост, соединявший поселок Новооктябрьский с большой землей. Для жителей населенного пункта с тех пор проблема номер один – переправа. Зимой, когда река замерзает, есть возможность выезжать в город, доставлять продукты питания, вызывать врачей. В иное время переправу осуществляют на пароме, который, правда, никакие экспертизы не проходил, да и сделан по большей части самими селянами. Первоначальный проект у нас был порядка 550 миллионов. Это действительно очень большая сумма неподъемная. По согласованию с Минстроем мы немножко упростили этот проект. Сегодня проект стоит около 300 миллионов. Проектные работы выполнены. Мы планируем 19-е, 20-е, 21-е годы. И в этом году, 19-е, мы уже начнем работы по подъезду к этому мосту. Предполагается строительство однопутного моста, то есть движение по нему будет в одном направлении. Проезжать по нему смогут не только легковые, но и грузовые автомобили. Там единственный вопрос стоит в том, что когда мы первый проект делали, там делали их двусторонний, там очень-очень. То есть сегодня упрощенный вариант, это будет частично сармовский, может использоваться, будет однопутный, то есть в одну сторону. Жителям сел Евдокимово и Красноозерск в этом плане повезло больше. Строительство пешеходного моста там было начато в 2017 году. Правда, осложняется оно тем, что все работы подрядная организация проводит в зимнее время. Работы там ведутся. Общая смертная стоимость 76 миллионов рублей. В связи с тем, что там сейчас необходимо вести работу именно в зимний период, мы сейчас ждем, начать подрядчик заезжает и будет эту работу выполнять. Согласно договору, мост должны сдать в эксплуатацию в 2019 году. Аварийное состояние моста через реку Азейку в микрорайоне Рабочий городок на протяжении многих лет вызывало тревогу у местных жителей. Но похоже, что проблему смогут решить. Как минимум 2-3 раза в год жители микрорайона Рабочий городок и улиц 1-й и 2-й Азейских обращались в различные инстанции с просьбами привести в соответствие мост через Азейку. Но, к сожалению, никаких решений не было принято. Дошло до того, что мост стал разрушаться практически на глазах. Мост многострадальный. Наверное, проблема у нас давно уже возникла. И какие решения принимала администрация за это время. Ну, первое. Мы в бюджет города заложили еще по весне 800 тысяч рублей на проектирование работ по строительству нового моста. Потому что так просто сюда вот так вот зайти, как все предлагают, что нет ничего простого. Откиньте три трубы, засыпьте, и мы поехали. Ничего подобного. Во-первых, речка нерестовая. Все мы это прекрасно знаем. Второе. Это водоохранная зона. Так просто. Какие-то работы, тем более в речке, производить по закону не положено. Поэтому и было принято решение сначала сделать проектно-сметную документацию. Кстати, на это было предусмотрено порядка 800 тысяч рублей. Но потом проектная организация, собиравшаяся участвовать в тендере, ретировалась. И после двух объявленных тендеров администрации приняли решение своими силами сделать не только смету, но и мост. Благо, в соседнем Нижнеудинском районе уже были типовые проекты по таким же мостам. Сейчас мы у них взяли уже сметную документацию. И примерно по этой сметной документации я сам лично ездил, смотрел эти мосты. Значит, постараемся сделать сами проектно-сметную документацию. И уже на следующий год будем реализовывать этот проект. Пока же, на сегодняшний день, мы с жителями первой, второй Азейской улицы договорились на том, что мы приводим в порядок, насколько это возможно, вот этот мост. Потому что здесь съезжают полотна, да, мы видим, их скрепим, по-нормальному брус положим, установим, значит, столбы для освещения. Ну, работы они уже начались, вы видите, да. И есть у нас еще один мостик, чтобы совсем уже людей не оставить. Этот может быть как пешеходный сделать и для проезда легковых автомобилей. А тот мост уже для проезда грузовых автомобилей, чтобы люди могли подвезти себе воду. Потому что летний водовод, который мы делали несколько лет назад, он уже как бы, ну, зима приходит, им пользоваться уже нельзя будет, чтобы могли привезти воду, могли привезти дрова. То есть уже автомобили свыше полутора тонн могли спокойно заезжать. Железобетонный мост, находящийся недалеко от бывшего ЛДК, признан пригодным к проезду грузовых автомобилей. Сегодня там уже произведена отсыпка дороги, ведущей к нему. Будут производиться работы по его дальнейшему дооснащению. Давно бы надо было сделать это. Такое там же опасно было. Я вот здесь работу вижу. Я вот этот дыр говорю, вот там ездят машины. Идешь, ребятишки в школу уже ходят все. Ну, вот сделали. Ну, маленькую опору надо сделать здесь, чтобы было маленькой преградой. Ну, а так вы довольны? Ну, нам довольны, конечно. Люди шоферам довольны будут ездить, они не боятся, не будут. А там, если грузовая тяжелая машина пойдет, так может и авария случится. Возле обоих мостов сегодня производят работы по установке освещения. Планируют в ближайшие дни на бетонном мосту установить перила. На данный момент сейчас вот здесь хотим осветить это место, так как дети здесь ходят в школу. И сейчас уже обозначили мост железобетонный, который, да, может по нему проходить и грузовые машины. Вот в этот прилегающий район, чтобы могли проехать туда уголь, жители себе подвезти на грузовых машинах, водовозки, ну и так далее. И там планируем сделать перильное ограждение, как будет профинансировано. Все мы тогда, я думаю, сделаем, чтобы могли уже люди ходить, чтобы не нарушилась безопасность движения и пешеходам. В селе Годолеи общими усилиями жителей, учеников и предпринимателей построили хоккейный корт. Теперь местные мальчишки могут проводить полноценные тренировки. Несколько хоккейных кортов будет построено в муниципальных образованиях Иркутской области в 2018 году. Средства на их строительство были предусмотрены в областном бюджете по инициативе депутатов законодательного собрания региона. Сегодня развитию спорта детского и массового депутаты уделяют большое внимание, а для Сибири, где значительную часть года лежит снег, развитие зимних видов спорта имеет особенное значение. В селе Годолей Тулунского района, например, всерьез задумались о строительстве корта, чтобы мальчишки могли на нем приобретать и совершенствовать хоккейные навыки. Депутаты местной думы на одном из своих заседаний приняли решение о выделении из проекта народной инициативы более 400 тысяч рублей для строительства корта и приобретения формы. Мы эти деньги, вы не поверите, мы полгода выбивали эти народные деньги, чтобы их пошли они на строительство корта, на форму детям. Помощь только от родителей. Хоккей очень популярен среди местных детей и подростков. В поселке даже есть своя команда. Но заниматься ребятам приходится на замерзшем озере. Естественно, там нет ни раздевалки, ни освещения. То, что дети занимаются хоккеем, мы как родители, наши мужья заливают, как сказать, бетон, как бы, что на благоустройство катка. Дети наши, как бы, начиная с 9 лет, таскают сами эти столбики, шкурят, помогают всем. Выдаем где-то, как бы, солярку свою, покупаем, даем, как бы, чтобы наша техника работала. Вот сейчас у нас стоит опять вопрос на залитие катка. Строительство хоккейного корта серьезная и долговременная задача. На ее реализацию порой уходят годы, но когда в нем заинтересовано практически все село, тогда и работа спорится. Депутат районной думы тоже активно включился в строительство корта. Он лично доставляет пиломатериал, организует работы по доставке гравия. На сегодняшний день работы по возведению ограждения практически закончены. В ближайшее время инициаторы приступят к строительству теплой раздевалки. Мы на озере уже 5 лет, ноги морозили, сами там чистили, сами делали все. Ну, никакой помощи ни от кого не было. Вот сейчас решили, тут дума наша решила, нынче деньги выбили, вот на постройку корта. Но, как оказалось, средств в рамках проекта народной инициативы недостаточно. Их хватило лишь на приобретение пиломатериала и формы для команды. А ведь, кроме этого, в бюджете должны были быть предусмотрены средства на изготовление проектно-сметной документации, без которой сейчас ни одно строительство не должно проводиться, и ни один объект не может быть введен в эксплуатацию. К сожалению, таковы реалии. Нет средств и на освещение. Благо, земельный участок под корт выделен на полном основании. Мы сначала поставили столбы и сказали, что эти все столбы снесут. Ну, что мы начали строить, сказали, что неправильно строить начали, и сказали, что все снесут. Общеизвестно, что активность на свежем морозном воздухе – это, во-первых, прежде всего здоровье детей, во-вторых, во многих населенных пунктах, особенно отдаленных, катки и лыжня являются, по сути, единственным развлечением для жителей всех возрастов. И, тем не менее, в селе Годолей между его жителями и главой поселения возникли некоторые недоразумения. Наверное, изначально надо было объяснить, что любая стройка начинается с подготовки пакета документов. Но этого не произошло, и люди обратились в районную администрацию в надежде там получить поддержку. Корт строится, и корт будет, ну, я так думаю, одним из лучших в районе. Почему? Значит, корт строится, так бы скажу, народной стройкой. Пиломатериал весь имеется в наличии. Корт почти весь огорожен. Залит фундамент под раздевалку, где ребятишки будут раздеваться. И на эту раздевалку имеется весь в наличии брус. Дальше освещение будет этого корта. Ну, администрация района поможет Виктору Алексеевичу в процессе освещения этого корта материально. Значит, дальнейший какой путь, там будет дорожка от раздевалки ледяная на выход на корт, и будут выставлены наружу динамики. Согласно областной стратегии развития спорта на территориях, ни одно спортивное учреждение не должно пустовать. Задача на местах – организовать их эффективное использование с тем, чтобы и взрослые, и дети могли заниматься спортом в максимально доступном режиме. Стоит надеяться, что народная стройка в Годолее будет завершена, и корт станет самым посещаемым местом. Как и было обещано, проведено освещение, достраивается теплая раздевалка. Недавно на корте прошли первые соревнования по хоккею. Этого события ждали около 8 лет. Проект, участие в областной программе, сметы, подрядчики, и, наконец-то, долгожданное открытие дополнительного здания к детской художественной школе города Тулуна. Оно состоялось 9 февраля 2018 года. В Тулуне очень много талантливых детей, желающих получить дополнительное образование в детской художественной школе. Но из-за того, что площади учебного заведения не позволяли принимать всех желающих, возникла очередность, которую частично ликвидировали за счет введения в эксплуатацию двухэтажного здания. Мы работали над этим проектом почти 8 лет, но все-таки в этом году мы смогли запустить здание дополнительное, которое примет сейчас детей. У нас будут также приняты на работу новые педагоги. Дополнительно 60 учеников. Рабочие места для четырех педагогов. Новые оборудованные кабинеты, оснащенные компьютерами, телевизорами и пособиями. Новые направления в развитии творчества детей. У нас там открывается четыре новых учебных кабинета и мастерская. Также у нас есть комнаты для обжига, специально оборудованы там с вытяжками. И все, так как технологии предусматривают. Многие работы преподаватели художественной школы производили сами. Проектировали, предлагали дизайн и оформление не только кабинетов, но и фойе. На очереди в детскую художественную школу на начало года, то есть статистики, которые мне говорят, стоит порядка 260 человек. Сегодня мы проблему вот этим зданием решили только на 30%. То есть еще на 70% нам предстоит работать для того, чтобы удовлетворить потребности именно художественной школе. Предоставление этих мест. Но это работа, наверное, на будущее. На строительство дополнительного здания из областного бюджета было выделено порядка 7 миллионов 700 тысяч рублей. Софинансирование из бюджета города составило около 380 тысяч. Правда, в бюджете муниципалитета были предусмотрены и средства на приобретение мебели и оргтехники. За последнее время все чаще и чаще такие события происходят. Вы же знаете, что буквально недавно мы вводили и бассейн, потом мы ввели физико-назрительный комплекс. Вот на сегодняшнем этапе это как раз реконструкция художественной школы. Я думаю, что у нас на перспективе еще и строительство туберкулезной больницы, и много других объектов, которые запланированы и на этот год, и на следующий год. Депутаты Законодательного собрания региона продолжают выполнять данные избирателям обещания по увеличению финансирования на капитальный ремонт школ ежегодно в пределах 1 миллиарда рублей, на финансирование объектов здравоохранения и культуры. Я очень благодарен министру культуры Ольге Константиновне Савчалевичу, потому что она поддержала первый вот этот проект по городу Тулуну, эту реконструкцию, хотя ни разу не была, но она видела проект, который я там показывал. И мы с ней договорились, чтобы все-таки он был воплощен в эту жизнь. И сегодня я вот приехал и по ее в том числе и просьбе вручить подарки соответствующие от министерства и выразить благодарность коллективу художественной школы и поддержке администрации города и депутатского корпуса, которые общими усилиями сделали вот такое хорошее, доброе дело для Тулуна. Коллектив детской художественной школы творческий и инициативный. У него есть еще ряд интересных проектов, которые при поддержке депутатов ЗАГСобрания Геннадия Нестеровича и Дмитрия Баймашева, а также администрации городского округа могут быть реализованы в ближайшее время. При такой поддержке, я думаю, что все должно у нас получиться. И город Тулун очень радует, что и другие объекты мы здесь воплощаем в жизнь, и город преображается. Я очень рад и с удовольствием всегда приезжаю сюда для того, чтобы не только удостовериться в том, что эти планы воплощаются в жизнь, но и еще дополнительно получаешь задания на перспективу. Это радует. Татьяна Долганина, преподаватель детской художественной школы, талантливый мастер по созданию авторских кукол из войлока. Работы девушки являются достойным украшением выставки любого уровня. Войлок. Некогда этот материал был единственным видом текстиля для многих народов, особенно кочевых. Им покрывали юрты, делали из него ковры, чехлы, матрасы и подушки, чулки, головные уборы, плащи. Вот неполный перечень изделий из войлока. Сегодня один из самых старых традиционных материалов вновь приобретает актуальность. Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие возрождается в модной индустрии. Войлок, изготовленный по старинным технологиям и на современных машинах, находит применение при изготовлении обуви и шитья одежды. В творческой копилке жительницы города Тулуна Татьяны Долганиной можно увидеть настоящие шедевры, выполненные в технике мокрого и сухого валяния. Шерсть в руках мастера приобретает интересные формы и образы. На первом этапе моего творческого развития я занималась украшениями. Это браслеты, бусы, серьги. На втором этапе моего творческого развития я валяла панно, коврики вот такие, вы можете посмотреть. Ну и самый мой любимый, это третий этап изготовления кукол из шерсти. Куклы Татьяны Долганиной узнаваемы. В них отчетливо прослеживается удивительная индивидуальность автора сквозь сдержанность цветного решения и лаконичность формы. Мастер создает как классические, так и фантазийные куклы. Это могут быть персонажи из сказок, куклы в стиле этно или бытовые. Кукла – это как мост между прошлым и будущим. Знаете, у меня в голове такая кладовая, где я коплю-коплю идеи, а потом это выплескиваю. Вот такие вот замечательные индивидуальные работы. Импульсом к созданию образа может быть все, что угодно, говорит Татьяна. Книга, фильм, события в жизни или просто хорошее настроение. Даже веселая шутка или какая-то интересная история. Идея приходит от ярких впечатлений. И если засядет в голове, то от нее уже никуда не денешься. Начинается работа над новым образом. На коровку буренка у меня примерно ушло 4 месяца. Так как я шерсть обрабатывала в домашних условиях, а это сложный процесс. Это пока, понимаете, как ополоснешь шерсть, прочешешь, высушишь. А шерсть примерно из 100% уваливается 40%. И остается маленький кусочек. Так что уходит очень много времени. А на куклу, знаете, это тоже зависит от настроения. Если есть настроение, можно и за 3 дня куклу свалять. Но если кукла не пошла, изначально не было настроения, я ее 2 месяца 3 валяю. Постепенно, постепенно, конечно, свалю. Невероятно, но и с бесформенной массой шерстяных волокон при помощи иголок и волшебства рук автора шерсть превращается в оригинальное и неповторимое творение – куклу, обладающую собственной душой, неповторимым характером и судьбой. Конечного результата еще такого нет. Меня еще только ждет и ждет. Я, понимаете, усовершенствую свои работы. Вижу ошибки, исправляю эти ошибки. Сегодня у Татьяны есть последователи. Работы ее учеников, среди которых и дети, и взрослые, участвуют в выставках и занимают достойное место в экспозиции. Мне это очень сильно нравится. То есть в свою работу ты можешь внести очень много всего. То есть, например, шерсть – это твой листок мыслей, а игла – это твоя ручка. То есть ты можешь делать все, что захочешь. Мне эта техника очень понравилась. Она имеет и свои нюансы. Есть различные трудности, которыми я каждый день сталкиваюсь и преодолеваю. Творчество – это настоящее волшебство. Работа над образом в голове мастера идет непрерывно. В процессе создания кукольных образов для Татьяны самое интересное то, что приходится постоянно изучать большой объем информации, как профессиональной, научной и даже исторической. Напоследок Татьяна Долганина посоветовала нашим телезрителям верить в себя и в свои силы и возможности. Пробовать искать себя в мире безграничного искусства. Обращать внимание на красоту, которая окружает нас повсюду. Общаться, дружить, верить в чудеса. На протяжении двух лет на территории Тулунского района реализуется областная программа развития образования Иркутской области, благодаря которой школьные и дошкольные учреждения ремонтируются и обеспечиваются необходимым оборудованием. Только в 2018 году, благодаря государственной программе развития образования Иркутской области, в Тулунском районе капитально отремонтировано четыре образовательных учреждения, два детских сада в Будагово и Широголе и две средних школы в Мугоне и Гуране. В общей сложности было выделено порядка 23 миллионов. Ремонты у нас проходили все в срок. Текущие ремонты, капитальные ремонты, все представляли это замена кровли, замена окон, внутренняя отделка, замена полов, свет, в общем, все то, что необходимо для детей. На капитальный ремонт детского сада «Капелька» в селе Будагово было выделено 7 миллионов 300 тысяч рублей. Сделали нам полы, обшили стены, крышу, окна, двери, поставили новые сантехника, проводка. Детскому саду «Капелька» 70 лет. Деревянное строение ни разу капитально не ремонтировалось. Благодаря реализации на территории Иркутской области программы по развитию образования, в детском учреждении появилась возможность открыть еще одну группу. Теперь очередность в детский сад практически отсутствует. Особое внимание в рамках данной программы уделяется и школам. Были выделены огромные деньги, это 3,5 миллиона на ремонт внешних работ. Фасад преобразился школой профлистом, школа обшита. Поменяли все буквально окна, это 97 пластиковых, за счет чего у нас теперь очень тепло в школе. В рамках этой же программы была заменена вся школьная мебель, ученические парты и стулья, шкафы, учительские столы, обновлен компьютерный класс. Произведен выборочный ремонт школьной столовой. Теперь там установлены моечные ванны, подведена горячая и холодная вода, исправно работает канализационная система. Приобретены стойки для посуды, вентиляционный зонд, производственные столы. Школа преобразилась, стало намного красивее. Данная программа будет действовать на территории Иркутской области до 2020 года. Здание бывшего медицинского училища, расположенное в самом центре города, разрушается. В большей мере тому способствуют действия вандалов. В начале 2000-х здание медучилища по улице Советская 8 было признано аварийным. 29 сентября 2011 года Министерство имущественных отношений Иркутской области приняло решение о безвозмездной передаче из государственной собственности региона здания учебного корпуса в муниципальную собственность. В декабре 2011-го администрация городского округа обратилась в министерство с просьбой передать в собственность весь комплекс зданий. Но собственник решил выставить его на торги. С тех пор прошло 7 лет. Желающих приобрести здание так и не нашлось. К сожалению, ни одно из строений комплекса на данный момент не сохранено. Сократили охранников, и это здание пустует. И все время говорят, продадим, продадим мы его. И уже лет, наверное, сколько, 3 или 4 уже прошло. Не продают, и здесь это здание стоит. И сюда стали заходить ученики со школой. О визитах посторонних лиц красноречиво свидетельствуют следы их пребывания. Спички, окурки, пустые бутылки из-под пива, костры. Там бутылки валяются. Есть и те, кто пытается поживиться. Вандалы сняли двери, разобрали перегородки, демонтировали окна. Не исключено, что в ближайшее время приступят к выпиливанию стен. Раньше она привозная была. Убить и упиливать. Сейчас все кинуто. А ведь 28 июня 2018 года администрация городского округа в очередной раз обращалась в Министерство имущественных отношений Иркутской области с просьбой обеспечить надлежащее содержание и сохранность указанных объектов, так как туда есть свободный доступ посторонних лиц и малолетних детей, что может привести к необратимым чрезвычайным последствиям. Вот ежедневно выгоняем отсюда по 20-15 человек, школьников. Я же не могу тут место сторожа охранять. На письмо в Министерство за подписью мэра города был дан ответ, в котором указывалось, что данный комплекс зданий включен в прогнозный план приватизации на 2018 год, а обязанность обеспечить сохранность зданий возложена на Тулунский медицинский колледж. В июне 2017 года в Министерство имущественных отношений, в Министерство здравоохранения Иркутской области было направлено письмо о том, что из-за отсутствия финансовых средств и из-за отсутствия в штатном расписании сторожей мы не можем выставить физическую охрану на старый медицинский колледж. Со слов Татьяны Тарасовой, визуально здание бывшего медицинского училища сотрудниками инспектируется практически ежедневно. А Министерство имущественных отношений тем временем выставило комплекс зданий на аукцион для продажи. И подведение итогов аукциона о продаже здания медколледжа, спортзала, складских помещений земельного участка будут подведены 11 декабря 2018 года. Мы боимся, как соседи, чтобы ничего не полыхнуло. Для нас это страх, конечно. Пока же складывается достаточно напряженная обстановка вокруг брошенного здания. Ведь оно действительно расположено в непосредственной близости от частных домов. И остается только надеяться на то, чтобы в силу каких-либо причин оно не загорелось. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности муниципального образования города Тулун в ближайшее время. В рамках реализации государственной программы Иркутской области развития культуры на 2014-2018 годы учреждения культуры Тулунского района получили субсидию на выборочный капитальный ремонт культурно-досуговых центров. В 2018 году в культурно-досуговых центрах поселков Будагово и Котик Тулунского района был проведен выборочный капитальный ремонт на сумму более 9 миллионов рублей. Средства были выделены из областного бюджета. На ремонт культурно-досугового центра Котика было выделено более 6 миллионов рублей. Заменена кровля, обшит фасад, проведена электрика, установлен новый топительный котел, оборудованный залог для занятий в различных кружках, установлены пластиковые окна. До ремонта у нас клуб был очень в плачевном состоянии. На данный момент он у нас преобразился, стал красивым и внутри, и снаружи. Причем капитальный ремонт был выполнен качественно и в срок. И, как выразили специалисты культурно-досугового центра, теперь они с удовольствием идут на работу. Очень довольны тем, что сделано. Объем большой, утепление произведено снаружи, ну и в крыше, конечно. Масштабные работы в рамках этой же программы были произведены и в культурно-досуговом центре села Будагово. Субсидия составила 3 миллиона рублей 324 тысячи. На эти средства был выполнен ремонт кровли, внутренних помещений, заменены окна и двери, установлено ограждение учреждения. Средства потрачены не зря. Раньше люди вообще сюда не ходили, у нас даже дискотеки не проводились. Сейчас все, людям интересно стало, приятно сюда ходить. Много населения ходит, тренажерные залы, дети ходят на кружки, хор поет, люди готовятся к праздникам. Реализация программы развития культуры Иркутской области рассчитана до 2020 года и не исключена возможность и других КДЦ принять в ней участие. Кроме того, в этом году мы еще участвовали в программе «Культура малой родины». Это по решению регионального отделения партии «Единая Россия» и Министерства культуры. Средства были также направлены на модернизацию и улучшение материально-технической базы учреждений. В рамках этой программы семь учреждений культуры Тулунского района получили более 6 миллионов рублей и 3 миллиона в рамках программы «100 модельных домов культуры Приангария». С учетом всех выделенных средств из областного бюджета учреждения культуры Тулунского района в 2018 году получили более 18 миллионов рублей. Седьмая открытая районная выставка «Фестиваль мастеров и подмастерьев декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла» состоялась в ДК «Прометея». В ней приняли участие десятки народных умельцев Иркутской области. Задуман фестиваль как ежегодная районная выставка конкурс творческих работ в области декоративно-прикладного искусства. Одной из главных задач фестиваля является возрождение и сохранение традиций народного творчества, открытие новых имен талантливых мастеров, содействие их творческому росту, популяризация народного искусства. Участвуют в этом году более 150 мастеров, более 800 работ в разных номинациях выставлены здесь, представлены мастерами. В рамках фестивала прошли мастер-классы по лозоплетению, соломоплетению, плетению на коклюшках, резьбе и росписи по дереву. В этом году организаторы ввели новинку – конкурс арт-объектов по дорогам русских сказок. Мастера в режиме реального времени создают арт-объект, он садовый будет и в соответствии с темой. Участники фестиваля выставки – творческие коллективы народных ремесел, отдельные мастера и подмастерья, представляющие не только Тулунский район, но и другие муниципалитеты Иркутской области. Мы сегодня с керамикой, с изделиями из глины, гончарные изделия, крынки большие, горлочи, братины, ну и плюс мелкая скульптура. Народные умельцы на такие фестивали приезжают как на праздник. И не потому, что у них есть возможность представить свои работы и реализовать их, а по большей части потому, что появляется возможность пообщаться. Мы встречаемся с единомышленниками, это общение, это всегда радость для нас. Возраст участников не ограничен, каждый может представить на конкурс не более 10 работ. Кстати, каждая работа должна иметь паспорт. Более того, для участников обязательно наличие народного костюма. К этому мастера подошли с невероятной выдумкой. Посетители выставки и потенциальные покупатели как будто попали на ярмарку Древней Руси. Настолько колоритно и гармонично смотрелись мастера, представившие свои работы. Вот эта кукла называется «Матушка». Кукла народная. И здесь двое ребятишек у нее. Кукла была создана после поездки в Москву. Мы представляли Иркутскую область, на неделе Иркутской области в Москве. И вышивалась эта кукла в поезде. И так получилось, что как раз я ее приехала и доделала. Так вот она родилась. И в принципе матушка, ну как мы все мамы, поэтому она ближе всех мне. В декоративно-прикладном искусстве и художественных промыслах есть какая-то домашняя притягательность. Человеку, пришедшему на выставку, передается тепло души мастера. Радость от прикосновения к их живым творениям. Теплые, солнечные материалы по-домашнему согревают душу. И тот, кто однажды прикоснулся к народному творчеству, становится страстным поклонником художественного ремесла. Я в принципе, когда начала заниматься берестой, я делала из бересты все. А вот сейчас, как в приоритете, куклы. Они как бы, ну, все умеют, то и сад делать, все умеют делать там всякие посудины. Ну, и лапки прийти, естественно. А вот с куклой собралось все. Там надо уметь все. Я весь этот этап прошла. И сейчас вот я представила куклы, коллекцию кукол. Богата Сибирь мастерами-умельцами. Не забыть этот промысел и по сей день. А благодаря таким фестивалям он будет только шириться. Солома, береза, глина, дерево, лоза, шерсть. Все идет в дело. Все в руках мастеров спорится, превращаясь в оригинальные изделия. На ярмарке очень интересная экспозиция предметов, выполненных из натуральной овечьей шерсти. Например, вот такая композиция водоросли, рыба и скала. Есть еще сумки, очень красивые, интересные и модные. Я думаю, тулунским модницам подойдут в самый раз. В Тулунском районе к сохранению традиций относятся трепетно. Наверное, поэтому проведение таких ярмарок не только приветствуется, но и поддерживается на муниципальном уровне. Отравно отметить, что данный вид творчества очень хорошо развивается на территории нашего района. Здесь действительно живут и работают наши мастера. Хочется отметить работу Центра ремеселия Гурана, Центра ремеселия Алготузии, лично мастеров, люди, которые вкладывают в душу свои произведения. В повседневной суете мы редко можем позволить себе остановиться и задержать свой взор на чем-то прекрасном и оценить его по достоинству, отметив талант мастера. А ведь благодаря энтузиазму скромных мастеров, их любви к прекрасному и вечному не прерывается связь времен. Живет и будет жить Россия. Тулунчанка Елена Иванова стала участницей одного из выпусков программы «Удивительные люди», где продемонстрировала свою уникальную память. Способен ли человек быстро запоминать множество цветовых комбинаций? Способен! Это доказала тулунчанка-мемотехник Елена Иванова на популярном проекте «Удивительные люди». В студии программы с ее участием, которая выходила в эфир на канале «Россия-1» 14 октября, выступали 12 барабанщиков. Их палочки и перчатки были окрашены в разные цвета. Елена должна была запомнить, какого они цвета у каждого барабанщика. Затем по выбору одного из звездных гостей нужно было вспомнить и рассказать, у какого барабанщика какая цветовая комбинация. Всего 4 минуты дали героине программы на запоминание, после чего Елена Иванова, благодаря своим мнемотехническим способностям, выполнила абсолютно все задания. «Барабанщик 8, правая рука, назовите цвета». «Хорошо. Барабанщик номер 8, правая рука, перчатка голубой, палочка белой». Мнемотехникой Елена Иванова впервые заинтересовалась после выхода на телеэкраны первого сезона шоу «Удивительные люди». Она записалась на курсы по мнемотехнике и полгода проходила обучение. Благодаря мнемотехнике у девушки появилось еще одно увлечение – живопись, которая помогает Елене развивать внимание, абстрактное мышление, моторику и картографическую память. Участием в программе девушка хотела показать результат своим родителям, которые все это время ее поддерживали. «Конечно, мне хотелось удивить своих родных, близких, потому что у нас так или иначе очень творческая семья, каждый занимается каким-то своим делом, а я вроде бы по специальности юрист, и всегда была в таких более точных дисциплинах, работала всегда юристом. А тут мнемотехника, что это вообще? Многие впервые это слово слышат и не знают вообще. Хотя по жизни мнемотехника, она идет с нами, с каждым. То есть какие-то акры стихотворения, мнемофразы – все это элементы мнемотехники. Мнемотехника – это искусство запоминания, совокупность приемов и навыков, которые помогают запоминать любую информацию гораздо быстрее и легче. Мнемотехника очень полезна для человека. Эта техника развивает в нем такие важные качества, как память, внимание, мышление, воображение. Общаясь с нашей съемочной группой, девушка отметила, что при желании мнемотехникам может стать каждый. Для того, чтобы развить эти навыки, необходимо приложить определенные усилия. То есть единственным препятствием, которое может стать на пути именно приобретения этого навыка – это наша собственная лень. Но я думаю, что если понимать то, для чего этот навык нужен, и знать, как его можно применить, то у каждого будет достаточно сил, мотивации этим заняться, и, собственно, все получится. Участие в шоу «Удивительные люди» прибавило тулунчанке Елене Ивановой уверенности в себе. Окончательно убедила ее в том, чем она будет заниматься дальше. И, конечно же, оставила незабываемые впечатления. Впечатления, они самые яркие остались. Я безумно благодарна компании «Вайт Медиа», которая снимает данное шоу в России. И также благодарна барабанному шоу «Васильев Грув». Благодаря им мой номер получился очень интересным, запоминающимся. И волнение, конечно, оно присутствовало. Но я понимала, когда вышла на сцену, что это будет очень сильно сбивать. Мне нужно сейчас сосредоточиться на определенной задаче. Я понимала, что мой номер будет связан как-то с моими навыками. Поэтому здесь очень важна концентрация. Стоит добавить, что занятия мнемотехникой настолько увлекли Елену Иванову, что она даже решила сменить профессию. Я сейчас занимаюсь курсами по развитию памяти в команде с рекордсменом России по запоминанию, с автором книги «Феноменальная память», которая стала бестселлером. Это Станислав Матвеев. Мы с ним вместе сейчас помогаем людям приобретать этот полезный навык. Вот такая она, удивительная тулунчанка Елена Иванова. Общаясь с ней, невольно убеждаешься, что ничего невозможного в этом мире нет. Главное, не бояться ставить цели перед собой и стремиться к их изощрению. Полисадник у дома номер 18 по улице Ермакова не оставляет равнодушным никого из прохожих. Оригинальные изделия из металла и яркие цветы привлекают внимание тулунчан, вызывая желание не только любоваться ими, но и фотографироваться на их фоне. Все гениальное просто, а все простое гениально. Такого принципа придерживались хозяева полисадника, что находится по улице Ермакова в поселке Стекольный. Украшая свой полисадник, Александр и Елена Филипповы даже не задумывались над тем, какой эффект он будет производить на людей, проходящих мимо. Рядом с их домом, номер которого украшен в одном стиле с полисадником, ежедневно бывает много людей. Кто-то идет в магазин, кто-то в больницу, и все непременно останавливаются, чтобы полюбоваться оригинальными фигурками и яркими цветами. Сначала даже и не думали, что будет у них такая реакция. Очень многие останавливаются и фотографируются, и на телефон снимают. Как бы место тут такое у нас людное. В больницу очень многие приезжают, и не местные люди. Очень многие фотографируются. Если они хорошо относятся, нравится видать им, улыбаются. В день встречи с нашей съемочной группой Елена Филиппова отмечала свой юбилей. На встречу с нами женщина вышла такая же красивая, как и ее замечательный полисадник. Сколько любви, заботы, труда и фантазии она вложила вместе с мужем в оформление своего придомового участка. Питуньи, лилии, ландыши, розы, какие только цветы не растут в клумбах Елены. Но, пожалуй, главной изюминкой полисадника являются оригинальные фигуры из металла, придуманные и сделанные ее мужем Александром при помощи друга-сварщика из подручного металлолома. Зиму он думал, придумывал, в интернете где-то что-то смотрел. Так вот, получились такие фигуры. А как присоединяются за именно такие образы? Кто это, по-вашему? Что они держат в руках? Это даже мы и не думали, кто это, и как их назвать. Некоторые спрашивают, и сказки, или какая композиция. Нет, как-то так все. Само собой. Именно своим необычным для Тулуна металлическим фигуркам Елена и Александр все-таки полушути отдали. Дон Кихот и Санчо Панца. Один высокий, другой низкий. Рядом с героями Мигеля Сервантеса в палисаднике гармонично смотрятся велосипед и кошка, словно идущая по забору. Все металлические изделия выкрашены в один цвет, который придает целостность композиции. Все это утопает в зелени и цветах, растущих в кашпо, на красивых подставках и в маленьких клумбах. Сам палисадник укреплен массивными булыжниками, что также делает его заметным на общем фоне. Красоту каждый может сделать. Было бы желание. Скай-люги создают, радуют других окружающих. Как говорится, все гениальное просто, а все простое гениально. Согласитесь, палисадник, созданный своими руками, настоящая визитная карточка дома – первое, на что обращается внимание. Хочется надеяться, что палисадник семьи Филипповых станет примером для многих жителей нашего города и вдохновит их как-то по-своему оформить свои придомовые территории. А пока все прохожие с удовольствием останавливаются у палисадника Елены и Александра, чтобы полюбоваться его красотой и сделать памятные снимки. Часто дети фотографируются здесь, велик пробуют садиться. Очень красиво, нравится. Пожарный кроссфит. Соревнования по таким названиям провели между подразделениями Тулуна и Куйтуна. На полосу препятствий вышли не только рядовые сотрудники, но и руководители. Пожарные должны быть готовы к любым заданиям. Тащить снаряжение, переносить пострадавшего, выбивать двери, окна, если надо ползти, спускаться, бежать. Все это выполняется в обмундировании, то есть под нагрузкой. И в зависимости от ситуации задачи могут появляться в любой последовательности. Поэтому пожарные должны быть готовы ко всему. Соревнования эти приурочены к отборочному этапу, к международным соревнованиям по пожарному кроссфиту. В кроссфите приняли участие три команды из пожарной части номер 20 города Тулуна, ПЧ-21 из Куйтуна и команда начальствующего состава. Они прошли 10 этапов. Поднятие 24-килограммовой гири, отжимания, перекатывание покрышки грузового автомобиля, пробивка кувалдой покрышки чуть меньшего размера, выполнение упражнений с пожарными рукавами, перенос двух баллонов с пропаном и буксировка автомобиля УАЗ на расстоянии 20 метров. Кстати, его вес вместе с оборудованием около двух с половиной тонн. В каждой команде три человека, то есть два человека идут в зачет и один человек идет вне зачета. Работа пожарного очень требовательна к физической подготовке. Когда пожарный работает на пожаре, его пульс может превысить максимально допустимый. Один из лучших способов имитировать такую работу – выполнять короткие, высокоинтенсивные тренировки, как в кроссфите. Данное мероприятие будет традиционным, будем проводить каждый год между своими подразделениями. Скорее всего, будем еще привлекать другие структуры. Цель мероприятия – это проверять выносливость личного состава. Для нас это как бы нужная вещь, что выносливость, прежде всего, для тушения пожаров, и глядации впоследствии чрезвычайных ситуаций. В последнее время популярным становится пожарный кроссфит. Он проникает и в российские пожарные части, но пока только как неформальное течение внутри пожарной охраны. Пожарные проходят кроссфит в полной экипировке, вес которой иногда превышает 20 килограммов. Это означает, что отжимания приходится выполнять с этим дополнительным отягощением. Одной из идеологий кроссфита является то, что пожарные должны соревноваться с собой, чтобы постоянно улучшаться. Занятия в группах создают конкурентную среду, которая обеспечивает стремление к более высоким достижениям. А в случае пожарного это может привести к повышению эффективности противопожарной защиты. Тяжело, тем не менее, но все равно можно пройти. Постоянная регулярная физическая подготовка у нас в пожарной охране на первом месте. Потому что на пожарах бывает тяжело, надо выкладываться по полной. Александр Толмачев прошел свой этап почти за 6 минут. Данный результат считается достойным. Самый сложный этап какой был? Это последний этап, когда тянешь улазик. Самый сложный этап. В чем была сложность? Где-то неровно или что-то? Да, местность, профиль не совсем благоприятный. Но все равно делаем. По итогам соревнований на третьем месте была команда из Куйтуна, на втором команда руководящего состава, а победу одержала команда ПЧ-20. Все участники были награждены почетными грамотами. Шестое соревнования на внедорожниках по GPS-ориентированию прошли в деревне Натка Тулунского района. Для участия в увлекательных гонках в этом году организаторы соревнований пригласили любителей быстрой езды на внедорожной технике по труднопроходимой местности. Это уже не первое мероприятие, которое проводится внедорожным клубом «Шатун». В этом году гонка прошла в формате GPS-ориентирования продолжительностью 12 часов. Общий сбор участников состоялся 29 апреля в деревне Афанасьево. В этот раз в автосостязании приняли участие команды из Устилимска, Нижнеудинска, Братска, Иркутска, Тулуна, Иркутского и Тулунского районов. Ну, поборемся, машина, что, как бы, просто колесики, так стандарт, все в стоке у нас, колесики увеличенные. Будем бороться, стараться. Первый раз участвовать? Ну, сюда первый раз приезжаем. В Братск ездили, участвовали. Сюда пригласили первый раз. Мы приехали сегодня на это мероприятие, ну, как бы, в целях победы, естественно. Желаем всем тоже, как бы, интересно, весело поездить. Машину готовили, как бы, тоже больше года. Для участников гоночная трасса общей протяженностью в 80 километров была подготовлена заранее. Она проходила вокруг старой деревни Натка. Широкий географический такой спектр. То есть там есть и две реки. Это река Натка, река Илирка. Там есть болото. Там есть крутые подъемы. Там есть огромнейшие колеи лесовозные. Там есть старая узкоколейка, где раньше проходили поезда. То есть, ну, маршруты там очень шикарные. 20 экипажей участвовали в трех классах – Стандарт, Спорт и Экстрим. Маршрут включал более 175 контрольных точек, поделенных на каждый класс авто. Есть координаты, которые забиты в GPS-навигаторе. Экипажи должны были найти данную точку с номером и взять ее. Что значит взять? Это зафиксировать одной рукой точку, другой автомобиль и произвести фотоснимок, чтобы было видно взятие точки. Как отметил Денис Карасаев, маршрут, выбранный в этом году, для гонок оказался самым сложным и трудным из всех предыдущих. Огромные колеи от лесовозов, болота, грязь, перемешанная с глиной, каменные глыбы. Покорить такое бездорожье удавалось не всем экипажам. Но участники не отчаивались и пытались в любой сложной ситуации найти правильное решение и выйти победителем из царства бездорожья. Хотя это стоило немалых усилий, как для техники, так и для ее владельцев. Трасса была шикарная, это огромная колея, водяные точки, болото. Автомобили не выдерживали, но люди данную гонку выдержали достойно. Помогла нам очень еще погода. Разлились реки, разлились болота. Мы этого не ожидали, но это нам было только на руку. В гонках принимали участие автомобили разного класса. Нивы, Уазы, джипы марок, Митсубиси, Тойота, а также самособранные автомобили. В стандарте принимали стоковые автомобили. Участие немножко подготовленные, немножко водозащищенные. В спорте принимали более подготовленные автомобили с одной лебедкой, с большим размером колесом. Ну и класс «Экстрим» – это самые шикарные, самые огромные автомобили, для которых нет плохой дороги. Все просто не существует. Для них есть только направление. Не обошлось в этот день и без поломок. Участники, кто в грязи, кто в болоте, старались починить автомобиль и продолжить путь дальше. Из города Устилимска нас порадовал один экипаж, который очень сильно разорвал свой автомобиль, но не упал духом. Починил его, продолжил гонку и благополучно добрался до дома. В конце мероприятия судейская коллегия подсчитала баллы и подвела итоги соревнований. По результатам гонки на первом месте в классе «Стандарт» оказался сборный экипаж из Братска и Иркутска «Добролет». В классе «Спорт» лучшими в этом году стали бессменные победители Распопин Алексей и Красавчиков Николай из Тулуна. В классе «Экстрим» победа досталась также тулунчанам – экипажу с самым крупногабаритным автомобилем гонки Александру Хабарову и Александру Григорову. Победители были награждены грамотами, медалями, кубками и ценными подарками от спонсоров. Все остальные участники получили сертификаты от организаторов автогонки. Уважаемые телезрители, коллектив Тулунского телевидения от всего сердца поздравляет вас с Новым годом. Мы желаем вам добра и счастья, любви, благополучия, достатка и успехов. И самое главное – будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!